Великие Арканы Таро Великие Арканы Таро В них заложены все вселенские ДНК-принципы, их развитие и циклы. И эти все принципы проявляются в жизни каждого человека. И каждый этап имеет свою последовательность. И наше путешествие начинается с Высшего Аркана Нулевого. С того момента, когда младенец приходит в мир, он еще как бы ничего не осознает, никаких страхов, сама невинность. Он начинает делать свои первые шаги в этой жизни. Так начинает, начиная в свое первое путешествие. Первый Великий Аркан Маг Это знак и этап, когда маленький человек делает первые самостоятельные выборы. В этом проявляется его самостоятельная воля, проявляется его желание, намерение, проекты. Второй Великий Аркан Верховная Жрица Этап обучения, когда ум успокаивается, подготавливается, воспринять информацию, фокусируется с вниманием и находится в полном осознании. Третий Императрица Когда маг стал активным в выборе, а Верховная Жрица пассивна, процессы накопления знаний. Маг активно применяет знания и получает хороший результат в физическом плане. Это Вечная Троица. Четвертый Император Здесь человеком приобретается авторитет. Пятый Жрец Человек обуздывает свои эмоции при помощи дыхания, повышает свое мастерство, медитирует, развивает индивидуальность. Шестой Влюбленные Когда человек находится в окружении Любви или оно присутствует, Любовь в нем, здесь всегда есть этап выбора между высшей Любовью или Страстью. Седьмой Колесница Которая быстро несется вперед. Это может быть реальная дорога жизни. Восьмой Справедливость Этап легализации в документальной форме. Тут принцип астральной полиции. Правосудие здесь и сейчас. Оно слепо, поэтому всегда за все придется ответить. А свет и добро всегда порождает. Только свет и добро. Девятый Отшельник Он говорит, что мудрость и свет таится в каждом из нас, внутри нас, а не снаружи. Десятый Колесо Фортуны Жизнь Человека есть переменчиво. Сегодня он на высокой волне, а завтра падает с нее. В Колесе есть только одна неподвижная точка. Это центр Колеса. Это точка нашего Высшего Я. Когда надо устремиться, куда и надо устремиться, там мы можем оставаться стабильными. Точка нашего Высшего Я. Одиннадцатый Сила Лев есть символ судьбы. Только набравшись терпения, можно обуздать свой ум и мысли. Только тогда Лев становится нежный, как котенок для человека. Двенадцатый повешенный человек. Человеку не понравится, но его заставят приспособиться чем-то пожертвить. И только так можно овладеть астрологией через служение. Тринадцатый смерть, трансформация, самопорождение заново. Четырнадцатый умеренность, когда человек содеянного получает хорошие результаты, ему помогает сам солнечный гений. пятнадцатый дьявол. Это слабости. Они находятся не где-то, а внутри мозга человека и в его эго-проявлении. шестнадцатый башня. Рушится все, что устарело и не служит божественной эволюции. семнадцатый великий аркан звезда говорит о преданности высшей любви, исцеления на всех уровнях. восемнадцатый луна. В этом этапе человек встречается со своими врагами внутренними раком, открытыми волком и тайными генами. Здесь главное держите своих ценностей и правды, только так их можно одолеть. Девятнадцатый великий аркан солнца идет кармическое исцеление, развязка долгов и приход хороших результатов. Двадцатый суд возрождения заново как феникс восстает из пепла обновления. Двадцать первый великий аркан мир вся вселенная человек идущий по своему пути жизни владевает всеми элементами и ему стоит только пожелать как все начинает воплощаться. Он ясно осознает свое место на земле и делает то, что должен делать. Он полностью познал себя и он живет в мире и гармонии со всеми творениями. воплощается. Воплощается. Воплощается.